Здравствуйте! Радостно видеть сегодня желающих пожертвовать, принести жертву общения. А мы только что слышали это апостольское отчтение, что таковые жертвы угодны Богу. Хотелось бы, чтобы в субботу мы в том же составе пребывали и приносили эти жертвы общительности. Ну вспомню, как обычно мы это делаем, кого у нас сегодня нет, по какой причине, кто болеет, кого нужно посетить. Все те же болящие, как у нас всегда, и Сироткина заболела у нас, Антонина заболела, и заболела Леонида у Гали. Ну, наверное, Алексеевна, не Анила, мы все время их пишем, у них давление, они постоянно болеют. Вот так вроде бы. Людмила Степановна у нас путешествующая. Вы тоже поминайте ее, она, не знаю как, на недельку может быть. Два вставка, и до двадцати. А и Марина Геннадьевна, у нас в Север уезжает, тоже молитесь за нее. Ангела-хранителя, с миром возвращаться. Вот Игнать Игнатьевич долго... Долго говорил по поводу Ирины в Шевко, она появилась и опять исчезла. По какой причине ее сегодня нет, надо узнать, кто из глухонемых там с ней контактирует. Брат, ты скажи, что сегодня, почему ее нет. И вообще, говорили о том, что она должна бы как бы написать или сообщить, по какой причине не было-то ее. Сделано это или нет, надо выяснить. Иван Семенович. А ну, Кузьминичну, кто посещает? Просто вы тебе передайте. Велине Николаевне. Галина Николаевна. Ну, давайте я скажу. В чем Кравченко. Кудряться, кудряться. Я и буду здесь. Так, в следующий раз я буду здесь, значит, на Богослове. Это Прощенное Воскресенье. Там какое будет у нас число? Двадцать шестой. Двадцать шестой. Двадцать шестой, значит. Двадцать шестого. В субботу вечером будет. И, как всегда, утром в литургии. После литургии сразу мы делаем чин прощения. Вечерний чин прощения был. Вот. Три года назад мы писали прошения Владыке Митрополиту Иллариону о том, чтобы нам остаться под их начальством. Так я вам говорю, чтобы более было понятно. Ответа конкретного такого, скажем, что не было. Было, он отвечал, говорил, что сколько в моих силах, я, значит, вам помогу, не оставлю вас. Все. Сейчас осталось немного до того времени, когда было определено кем-то, ну, по-видим, там на Синодии где-то, это время до, значит, пять лет. Как бы за пять лет все зарубежные приходы, которые есть в России, должны исчезнуть. То есть, каким образом? Должны влиться в местные епархии, где находятся. Но такого получилось очень мало. Вот. Те приходы, которые влились в московскую шоу-патриархию, единицы. Основное разошлись по разным другим синодам юридикции. Это к митрополиту Агафангелу, к митрополиту Тихону Омскому и другие еще есть. Я и не знал даже, а есть еще и другие. Вот. Когда была беседа у нас с ладыком Евтихием и ладыком Максим, то ставили вопрос, что скорее, чтобы мы соединились с местной епархией. Я сказал, говорю, торопиться, говорю, не надо. Поторопились с каноническим этим общением. И что получилось, говорю, сегодня, наверное, пять синодов уже. А наш ладыка, отец таким ты отстал. Не пять, говорит, а двенадцать. Вот это называется соединение. Соединились. Потому что не только наши приходы, ведь и зарубежные, многие приходы не пошли. Отделились, там свои получились, епископы рукоположили. И все. Пошло так. Думал я написать еще по опрошению владыки Илариону. И долго никак не мог к этому подвигнуться. Ждал знака. Как говорится, наконец знак этот получил. Неделю назад пришло от владыки Илариона на мое имя рождественское поздравление. Я в этом увидел знак, да, что значит он о нас помнит. Думаю, что не каждому же он посылает рождественное послание митрополит. Ясно, что не каждому. Его преподобие Ирея Акиму Лапкину, ваше преподобие, свет нам во сия Христе Божий Твое пришествие свет от света. Отчее сияние всю тварь просветил и все всякое дыхание хвалит Тя. Образ славы Отче сии прежде сии воссияю, а Девы Божьи помилуй нас. Это из стихиры на Господе воззва на праздник Рождества Христова. Сердечно поздравляю вас со святоносным и мироспасительным праздником Рождества Христова. Торжественно празднуя сие великое событие рождение Бога Слово по плоти. Молитвенно желаю вам душевных и телесных сил долголетия и всеукрепляющей помощи Божией в предстоящем новом году. Христос рождается славки Его. С любовью о Господе митрополит Иларион восточно-американский Нью-Йоркский первый рах русской православной церкви за границей. Вот такое поздравление прислал Владыка Иларион. Ну и здесь уже я подвигнутый этим стал сочинять прошение. И вчера я уже отослал отредактировали и отослал. Значит такое слушайте Благословите Высокопреосвященнище Владыка Иларион. Мир вам. Приветствуем вас дорогой Владыка из далекой от вас Сибири. Сердечно благодарны вам за рождественские послания что помните о нас. Зиму этого года почти пережили. Морозы были даже до минус 43 градусов. Но климат у нас сухой и морозы переносятся легко. Но время уже к весне идет. И мы с душевной тревогой ожидаем месяца май. Ибо 17 мая оканчивается срок. Где-то кем-то определен, чтобы к этому времени не было приходов Русско-Православной Церкви за границей на территории России. Хотя далеко от Синода хотя далеко недалеко не пропустили. В Нью-Йорке есть приход Московской Патриархии ошибочка получилась. Я не досмотрел. знак свыше тоже. Да, знак свыше. На сегодняшний день и осталось всего две общины в городе Барнауле и поселке Потеряевке. Остальные все приходы зарубежные, какие были и часть из них вернулась в Московскую Патриархию. Большинство присоединились к метаполиту Агафангелу и архиепископу Тихону и к другим. Мы ранее уже обращались с прошением к вам, Владыка, чтобы нам остаться под вашим опором, нам иначе нельзя никак. Сейчас мы остаемся без епископа. Епископ Ивтихий уже четыре года, как епископ Московской Патриархии. Определен синодом окормлять приходы Русской Православной Церкви за границей в России до 17 мая 2012 года, чтобы к этому времени таких приходов уже не было. Но мы живы пока еще. А епископ Ивтихий подал прошение уйти на покой. Мы никогда не были против канонического общения с Московской Патриархией, но только не на соединении и подчинении местному епископу, да и на всезарубежном пастырском совещании в 2003 году в Наяке и на всезарубежном соборе в 2006 году в Сан-Франциско вопрос стоял только о каноническом общении. То есть признать истину и могли чтобы вместе служить причащаться только всего. О соединении нигде речи не велось. Мы приняли решение собора и подчинились и вдруг нас толкают в объятия смерти. Но да будет слово ваше да да нет нет а что сверх этого то от лукавого. Матфея 5.37 Мы состоялись как для общины детский лагерь и с нуля восстановили православную деревню потеряевку. Если пойти по нам оформ местного епископа московской патриархии кто бы он ни был он сразу же все разорит над чем он не трудился ни одного часа. Все эти 20 лет они только и делали что поносили нас преследовали и всячески оскорбляли. Нам совершенно невозможно отсесться в живых если мы войдем вольемся в местную епархию. На сневодящий день в крестовозвиженской общине города Барнавола 98 членов в Сиатанфимовской поселка Потеряевка 38 наши общины необычны тем что члены их пришли из мира а не от бабушкиной веры. Среди членов есть юрист врачи педагоги программисты экономисты преподаватели инженеры а также из бывших коммунистов и сектантов. За прошлые только три года с благовестием мы побывали в 56 деревнях распространили то есть почти в каждом доме оставили Евангелие или Новый Завет всего распространили 36 тысяч Евангелий и 3 тысячи Новых Заветов. За такую деятельность очень сильно на нас негодуют иерархи и священники Московской Патриархии. Хотя в каждой беседе обязательно в заключении говорим чтобы люди ходили в храм Московской Патриархии где он есть а где нет чтобы обращались к местному епископу с просьбой об открытии и прихода. А России сегодня говорят что будто бы идет сильное духовное возрождение подтверждая это тем что вновь построены тысячи храмов и монастырей. На самом же деле истины духовного пробуждения нет а строительство храмов и открытие монастырей это все внешнее а не рождение свыше от проповеди Евангелия ибо вера от слышания от слышания от слова Божия Кремлянам 10-17 даже святейший патриарх Кирилл после посещения отдаленных от Москвы епархий сказал что увидел духовные развалины это при том что патриарху показывают самое лучшее а если бы он проехал по нашим деревням то увидел бы пустыню духовную в русской православной церкви за границей мы были приняты вашим указом в 90-м году и мы благодарны вам за то что вы тогда протянули нам руку помощи и мы смогли плодотворно прожить эти 20 лет и сегодня мы просим вас не отдавать нас на растерзание недругам не покиньте нас напрямую подчиняйся московской патриархии мы никогда не будем и не пойдем а только через сенот русско-православной церкви за границей спасай взятых на смерти неужели откажешься от обреченных на убиение скажешь ей вот мы не знали этого а испытывающий сердца разве не знает наблюдающий над душой твоей знает это и воздаст человеку по делам его притча 24 глава просим ваших архипастерских молитв дорогой владыка молитвам всегда вам желаем здоровья и духовного спасения и многой помощи вам Божией с любовью во Христе притерея Ким Лапкин спас свою Барнаульской и Потеряевской 11 февраля 12 года поселок Потеряевка что скажете? Аминь помолились конверт перекрестил и послал и все ну письмо письмо нет очка а еще можно продублировать в электронном виде послать пока не надо не надо в электронном пока не надо пройдет может быть около месяца я думаю что будет уже известно получит если не будет получено тогда мы можем уже и это пока не надо слишком это ну вот так такие дела что еще есть ко мне какие вопросы какие Потеряевки у нас все очень хорошо прибыль идет каждый день потеряевка прирастает с крупными рогатыми и мелкими коровы телятся овечки в ягнется приращение идет прирост да паста у меня там растет можно сказать даже другой раз не по дням а по часам так ну все остальное так все у нас пока снега нету так же как у меня снег так же и как хорошо снегу немного но так ну я на первой неделе поста вот я здесь субботу вечером буду молиться после первой недели поста здесь служба будет и я после службы сразу уезжаю в Ишим наверное последний раз собираемся вот будет ладыка пригласил там помочь маслом людей помазать мы пообщаемся значит 3 марта я уезжаю 3 марта да вот здесь вы без меня президента выберете а больше всего молитесь чтобы Господь усмотрел кого потому что кого да хоть кого да один говорит да все все хорошие они обещают такое пенсию в 3 раза повысить что только откуда деньги-то возьмешь 3 раза повысить пенсию сделать такое построить дороги чуть ли не каждый потеряевки в России построить дороги дорога она даже идет какая федерального значения и то там колдобина на колдобине а здесь в каждой деревне построить дороги как в Германии вроде там стоит допустим хутор фермер от основной дороги километра полтора два асфальтная дорожка к нему идет асфальтная дорога на машине все аккуратно дальше от него полкилометра еще другое хозяйство также асфальтная дорожка все порядок идет Германия вот а Россия это конечно так что Алексей с этим письмом не предполагается ну если вдруг будет отрицательно что-то не предполагается лично нашей поездки предложение такое может быть съездить пока Алексей пока я на будущее все это пока вы так уже хоть когда придет на память я вам не ставлю что в обязанность утром вечером на молитве хоть воздохните и Господи положи на сердце владедыке Илариону чтобы устроил Господь все по воле его святой как угодно Господа что мы будем заранее сейчас гадать искать черты на ладони куда какая линия приведет не надо это а там живите пока сегодняшний день наш а завтрашний он еще не наш день пока вчерашний тоже не наш день а сегодня живите благодарите Бога молитесь чтобы Господь все устроил так как угодно волей чтобы было во благо церкви и на радость с рабом его вот и все не гадайте раньше так слушаю еще ко мне какие вопросы еще есть нету все ничего от меня не надо больше ну все дальше продолжайте я начну сразу с вопроса к вам книгу Псалтыр читаете и там очень часто встречается слово Господь кто знает сколько раз оно встречается там ну примерно хотя бы ну кто со мной рядом живет не поднимаю руку ты бы тоже не знал если я не сказал так ну примерно ну думаете сто раз встречается или нет по-другому встречается нет на сегодняшний день вам я скажу не запомните 702 раза это в одной книге отсюда вывод как же Давид любил своего Господа Давид был преступник уголовник по статьям закона израильского он должен был несколько раз быть казненным и Бог все ему просил при том он поступал закон как будто его не существовало но тут же раскаивался бил себя в грудь я уж не говорю о том что 50-й Псалом написанный по двум смертным грехам избави от крови но и сына которого он знал за убийство и он вернул его сын должен быть умереть он и сына не предает смерти он за все поплатится но любовь к Богу превозмогла все грехи отсюда вывод как Златоуст говорит никогда не отчаивайся если павц вставай не побуждаю грехам но вытягивает отчаяние великим постом на каждый день я вставлю на каждый день но в храме за богослужением прочитывается 9 кофизм 9 кофизм богослужений в храме поэтому вы дома на храм в храм то не будете ходить конечно каждый этот день то читайте 9 кофизм но вы знаете слово Господь в оригинале у евреев стоит Яхве Яхве то есть Иегова во всей Библии это слово встречается с неканоническими 7212 и плюс 8 Иегова получается 7220 раз слово Иегова встречается в Библии и тысячу лет скрывали в России никто не знает Я еще ни одного не встретил православного который знал бы это слово Его в богослужении не встретишь ни разу не встречается Одни богослужения проворачивают тысячу лет в монастыре чтение круглосуточное нигде нету что нормально Нам нужно во всем каяться где мы отступили и приняли такое поврежденное наследие Да смятится имя твое а имени никто не знает Как оно может смятиться когда его нету Я говорю это не случайно Есть вещи о которых Господь говорит буквально с каждой страницы и на них не обращает никакого внимания 1800 раз в Библии насчитали специалисты слово приди и человек не идет А причин много-много но основная причина некогда запомните очень хорошо Вот некогда А раз некогда я успею я сделаю только завтра Это самый основной крючок сатаны Ну сейчас он маленький ребенок что же его учить он еще ничего не понимает Его надо учить Я говорю у меня на форуме вчера я выставил небольшой ролик так сказать маленькая девочка мы не определили какой возраст но видимо 4-5 лет ну дошкольница и она читает сказку Александра Сергеевича Пушкина о спящей красавице какую она дает жестикуляцию вы посмотрите вы не сможете удержаться от улыбки это настоящая артистка и она не читает она на память ее всю эту поэму читает ну вчера мы высчитали сколько она там пропущена родители так ее научили я еще вывода не делаю и вот такие умные дети образованные развитые приезжают к нам в детский лагерь иногда они все знают сколько игр компьютерных и мы учим их сначала как правильно перекреститься сверху вниз справа и налево целый месяц проходит не могу научить два движения руки она делается совершенно другое и отсюда вывод развитие бездуховного оно лучше бы в другом месте где-то было она говорит как будто считает с экрана ну просто кто имеет возможность ко мне зайдите или посмотрите это просто диво это артистка из мхата но я думаю если бы ей дать Иисусу молитву заучить Господи Иисусе Христе Сыне Божий помилуй меня грешного и Отче наш и Царю Небесную не знаю заучила бы она или нет но как правило никак не продвигаются вот где старый Адам и вот как новый во Христе Адам никак не может возродиться в нас батюшка прочитал письмо вы ознакомились теперь каждый день об этом молитесь мы молимся каждый день определи где мы должны быть давайте сразу разберем два варианта один вариант Иларион оставляет нас напрямую на него мы его так поминали и будем поминать независимо от ответа второй вариант он не отвечает и пископ ушел у нас ничего не меняется батюшка есть но как только не будет батюшки температура начнет сразу спадать вот где не Иларион сегодня для нас даже главнее это батюшка Иларион то был или не был а литургию то совершает это батюшка таинство крещение батюшка когда отделились от них и на многие то они стали принимать беглых священников от синодальных и назывались беглопоповцы мы можем превратить себя в беглопоповцев мы на это не пойдем я вам сказал выход один и очень простой и безболезненный так же остается община так же собираемся так же молимся наступило время поста кто какому храму ближе там вы прищищаетесь по полной форме подготавливаетесь читаете выполняете правила сходили прищастились больше ничего нет почему потому что мы всегда признавали московскую патриархию благодатной нелегитимное ее руководство то есть она не имеет связи с дореволюционным этот синод патриархию Сталин и Сберия образовали но это не говорит о том что нет там благодати но мы по другому никогда не учили и не говорили то есть у нас запасной вариант есть но мы хотим чтобы они знали что это необычный так называемый неординарный случай они не понимают что с нами делать вот пример учатся в семинарии им говорят если человек против священника что-то сказал с чем-то не согласен сектант и дальше он начинает уже в это слово сектант двоеточие у сектантов нет икон у сектантов нет священника нет епископа и он это заучил получил пятерку или тройку и вернулся на приход и вот в клочках Ребрихинского района вы знаете Тамару Познякову Тамару Дмитриевну она принимала крещение поп объявляет ее сектанткой а раз сектанткой у него сразу потянулось икон нет епископа нет она говорит я была икона была но он пятерку получил что икон нет ложный постулат что она сектант а сектантка не она а он он отсекся от вселенской церкви у него ложное мышление это волк во вещей шкуре Тамара говорит я была икона там но у него то ямка одна есть и туда закатился шарик что икон у сектантов нет и он говорит они повесили это специально для вас ну дальше у нее написано епископа нет она была прямо на епископском служении она приходит и говорит батюшка отец Игорь в Шернодаре у них епископ есть а это специально переодетый человек а когда епископ приезжает они палками его гонят они им признают у него одна ямка епископа у сектантов нет вот когда человек вырождается в сектант он самый натуральный лютый сектант сегодня нет больше ярости как в Московской патриархии весь эфир этим наполнен мы должны шире на это смотреть и смирять свою гордость вот для этого существует церковь установленный законный великий пост мы к нему будем готовиться сегодня я об этом как раз и скажу идти ли нам нынче на прощенное воскресенье в Покровский собор я спрошу вас а вы поднимите руки кто за то чтобы на прощенное воскресенье как все годы 20 лет мы ходили ну раньше мы ходили еще и на Марьино стояние когда весь канон читается и на Пасху три раза потом стали ходить один раз когда наша община получила здание кто за то чтобы нынче то есть через две недели пойти в Покровский собор на епископское служение и там помолиться хотя чин прощения у нас проходит здесь утром с батюшкой кто за то чтобы пойти поднимите руку ну еще так а кто за то чтобы не ходить достаточно того чтобы мы здесь получили все что требовалось нам ну-ка поднимите руку ну подавляющее большинство я думаю еще влияет тут то что у нас недавно совсем недавно была встреча когда наш епископ Етехий служил с епископом Максимом мы свой патриотизм показали и нам трижды одну икону целовать не следует кто хочет пойдет но после богослужения которое у нас здесь пройдет значит нынче мы туда не идем они будут ждать нас они к этому привыкли будут ждать и будут задавать вопрос а почему не идут тем более были все епископ служили вместе наш батюшка в алтаре служил для них это тоже будет непонятно они же позвонили батюшке секретарь после этого рабочая группа работает а потом сразу заглохло все и нигде ничего нет это их забота и они вот знали что рабочая группа теперь все соединяется поговорили и как-то здесь другое мы совершенно другие мы ближе к протестантам по своему настрою что надо человеку принять Христа надо считать Библию человек должен сам обратиться лично спасителем принятия Иисуса со Христом зайти на галкопу поверить что грехи твои кровью Иисусовой омыты у православных на этом упора никакого нет а мы делаем упор чтобы Библия была настольной книгой поэтому нас православные своими никак не могут признать это что-то непонятное как это библейский православный сайт это несовместимые понятия библейский православный надо об этом тоже молиться нам ломаться в ту сторону ну это идти к смерти как вот батюшка написал сказал это они должны думать это им задача поставлен вы знаете что канон Андрея Критского он говорит только о покаянии у нас есть еще два канона на основе Андрея Критского вторая ступень благодарственные и третья словословие мы уже молились и молились не один год нынче также будем молиться надо чтобы сколько первые три дня четыре дня во сколько назначить попозже чтобы люди могли прийти с работы постарайтесь приходить потому что в храмах будут даже больные совершенно немощные будут приходить постарайтесь заранее договоритесь подменитесь придите там я не знаю какие способы существуют выберите время мы можем начать молиться не в четыре а в пять там в шесть как договориться сегодня мы должны уже утвердить и мы попросим Володю Бащенко чтобы он все это заснял нас уже спрашивают в интернете батюшка здесь спрашивает там показать надо какие слова как они считаются какой делается припев мы ничего не вносим туда ни одного предложения кроме того что помилуй меня Божий будет так благодарим тебя Христе Божий наш и третья слава тебе Боже слава тебе больше ничего нет вот у нас здесь в коридоре вырежда в листиках история нашей крестовознеженской общины и где-то на седьмом листе написано о том как нам помог зарегистрироваться была такая у него попытка по крайней мере русанцев архимандрит Валентин митрополит у него больше ста приходов которые отошли от зарубежной церкви которые еще пристали там у него и он умер это 16 наверное 16 января митрополит мы сейчас сейчас молимся за нашу сестру там в Москве Александра мы говорили и за митрополита Валентина мы с ним встречались два раза на квартире у Зои Крахманниковой и когда улетали мы стояли в аэропорту вместе он меня не воспринял то есть я что есть и для него что нет как оказался замкнутый я не знаю не мне там судить он очень известный на него большие были гонения гонения страшные в чем только его не обвиняли ну просто такие поганые обвинения были но суд доказал что ничего этого не было закончилось ничем его оправданием и теперь он уже вне суда божия у него образование было мирское и такое закончил академию там с каким-то с какой-то степенью для нас главное что он послал письмо в отдел юстиции и даже в такой форме что если вы не зарегистрируете то буду обращаться там дальше ну все уже содействовал тому чтобы нас зарегистрировали хотя местонастоятель был здесь благочинный Войтович отец Николай это мне уже сказали в отделе юстиции он был здесь и сказал неужели вы их решитесь регистрировать он говорит а почему нет у них все документы все собраны то есть у нас были люди которые не желали нашей регистрации регистрация нам помогала открыто вести занятия в университете ну и другие какие мы делаем действия мы официальное лицо мы ни в чем свободу своей не уступили никаких условий нам не навязывали то есть регистрация никак нас не ущемила дальше я жил в этом в Лос-Анджелесе на квартире у русского эмигранта Орлова Никита Феоктистовича много ездил по Америке собирали там что огромный-огромный контейнер 12 метров длиной собрали мы для потеряки здесь и все было выслано и все пропало в Санкт-Петербурге все разворовали все ночью приходила милиция взламывала склады мне оттуда сообщали прям тут же все растаскивали я сам собирал все что посылали станки точнейшие для деревообрабатки там один пожертвовал я сам грузил ничего не дошло но иконы и книги дошли самое удивительное ничего не дошло я один только написал говорит я сейчас съем тут что-то такое он говорит и там написано лично для Игнатия Тихоновича уж простите что я это ем сижу какой-то человек больно добрый ест не с моей да еще попросил прощения это вообще диво и вот этот Орлов он стал митрополитом Никита Пехнистович вот он сохранил за собой звание русская православная церковь за границей вчера он должен был прилететь в Италию за ним там выезжали конечно он опоздал на много-много это русский патриот настоящий он два раза приезжал по Теряевку был здесь это герой но как мы понимаем духовно нерожденный и не понимающий что в этом он понимает так мне прямо задает вопрос скажи Сергий Радожский святой святой он благословил на войну ну и все нас смываем благословил так коммунист еще лучше этих татар мамел нет не лучше почему не беремся за пулеметы автоматы и за пушки как хочешь так и понимай то есть он за то чтобы сесть на танки задушить всякую революцию и контрреволюцию и чтобы царя батюшку воцарить и там было это его понятие это он открыто высказывал сделайте чтобы шуба не было не закрывать дверь открой не шумели они а то они не будут еще слышать за него тоже надо молиться теперь он не Никита а Антоний митрополит Антоний человек очень честный и очень хороший я с ним ездил он ну как дальнобойщик все это делал одновременно он преподавал английский язык для всяких чеканец которые приезжают с Южной Америки с Бразилии учатся я на уроке сидел и у него тоже поднимал руку и отвечал на уроке у него какой уж там я был ученик вот я говорю вам последние какие данные известия есть чтобы вы знали конкретно о чем молиться вот батюшка сказал о порядке которые там в Германии и прочее вообще-то хоть здорово но пока не коснулось я в Америке столкнулся с детским лагерем и какой у них там порядок я промолчал но про себя подумал ой-ой-ой если у нас такой порядок введут меня сначала посадят а лагерь разгонят у них даже вода в которой купаются она хлорируется и прогоняется через особые насосы чтобы была как дистиллированная вроде я встретился с одной англичанкой она вышла за русского он был гидом из делегации познакомились православная ну и они строились я их посетил в Москве под Москвой и она говорит вот посмотрите как у нас бревна лежат там кора разбросана лежит не сегодня только она у нас лежит неделю в Англии это недопустимо и непонятно но я настолько привыкла к русскому в этом беспорядку сейчас мне хоть опять в Англию надо в гости я даже не понимаю как я там буду теперь жить вот у меня крапива растет под окном она никому не нужна прохудилась крыша там шиферина оторвалась ну и пусть она в Германии не так там проезжает специальная комиссия смотрит где чего не так выписали через неделю или как ты должен починить покрасить окна а у меня возможности нет я старый ничего наймешь сделаешь через неделю тебе придут уже то там что-то тебе все сделают и заплатишь но только побольше потому что мы еще кмитации выписывали так что за эти порядки то сильно не ратуйте к этим порядкам надо с пеленок приучать как мы сюда приходим уходим так у нас тут все нарушение на каждом шагу противопожары нас сегодня могут запретить электричество тоже санэпидемстанция тут если к нам вторгнется она от нас щепок не останет так что молитесь чтобы господь нас сохранил как он знает а как я сам не знаю через интернет по милости божьей где у меня Юля она нашла познакомилась с каким-то человеком Кукушкин его фамилия что у него евангелие есть и если туда наши машины как-то болты или кто-то пойдет сейчас евангелие уже можем достать вчера вызвали с Москвы познакомиться с гедеоновыми там ну и как-то получить то есть молитесь о том чтобы Бог все нам приготовил для благовестия купить необходимый транспорт нынче книги у нас свои есть осталось евангелие достать видите об евангелиях теперь батюшка уже сказал в Америку тем более письмо не одно оно дальше будет известно вот недавно такая была передача Жириновский вы его знаете кто такой изюганов наверное слышали и вот они сидят ну и между ними ведущие и они разговаривают и разговаривают дружно о том что было и что есть и вот они разговаривают я проехал в Подмосковье там вот сколько-то скотины мясо там все отличного качества ни в одной магазине не берут продукция есть затаренные склады не берут почему из-за рубежа дешевле там отравленное с разными добавками те перекроют у нас ничего нету предприятие за предприятием закрывается пошив какое-то заказывает в Италии пошить форму а это где-то там на 250 миллиардов представь себе заказывает в Италии когда у нас гадишвейные фабрики прекрасные мастера ничего этого не делается все поставлено на то чтобы государство исчезло насколько достоверно сейчас перечисление идет вот сегодня только прочитал инструкции всем как готовить партизанские отряды как бороться с оккупантами в каких городах уже войска НАТО высажены и прочее этого я не знаю но если это так то вот о Путине говорят то это очень мудрое решение меньше прольется крови это написано у Бога что придет возмездие на эту страну это очень легко понять сопротивляется абсолютно бесполезно единственное что можем делать молиться кого изберут не участвую я ни разу никогда не участвовал в выборах кого не избери каждый год все дети и он не может быть тем потому что не в молитве выбрали по молитве Бог дает и сказал а Самуил не знал кого а потом показал пришел Самуил и помазал его и стал царем а какой он царь стал Саул гоните убийца хуже разбойника с большой дороги царя просить не надо просить если нужно Господи ты дашь доброго православного царя а мы уже знаем какая программа царю хотят поставить первым делом силы бросить против евреев бей жидов спасай Россию нам царь такой нужен даже маленько надо представлять что за этим последствует первое это не христианский лозунг а саталинский это российское рождение не в Германии где такого лозунга нет и что за этим будет поставлена задача истребления русского народа в это я верю потому что двоих даже нельзя чтобы одинаково что-то понимали все друг против друга идут такая нация непокоримая вы где видели чтобы воевали мусульмане с мусульманами в Москве или где это они как один евреи как один русские выше с большими там своими ходами где-то на болото а потом 50 тысяч другом 30 и друг против друга никого нигде нету Кадыровская гвардия уже ждет приказа только чтобы начать свою работу уже в Москве все показывают фотографируют грузовики и прочее если это так нам ничего не остановить основные силы разложены это войска спецвойска все везде уже уничтожено это выступают люди генерал-полковники верить никак нельзя в открытом эфире говорят на меня это никак не действует не паникуйте услышите о военных военных слухах не ужасайтесь мы не должны прятать голову в песок мы говорим да господи ты любишь народ твой и ты пошлешь лекарство какое тебе надо понятно чтобы никогда ропота никакого на этом не было вот правильно вопросы какие задавать и что я во многих на волге вопросы не отвечаю я ответил 4124 вопроса этого достаточно вот они лежат на столе быть осторожным держи язык за дубами а то и зубов не будет иногда будут подбивать а ты за кого обязательно у врага наживешь сразу если за того то там другой тебя будет подковывали я за Христа отдал голос и в этом все ни против мусульман ни против евреев ни одного слова никогда не говорите ты говори против самого себя против своих грехов в прошлый раз Раиса Николаевна Блинникова подала письмо вот такое оно пришло из Потеряевки от Евгении Дмитриевны я его посмотрел так кто хочет может почитать так договоримся как только встретим неправду сразу прекращаем считать нам неправда не нужно не просто неправда а грубую ложь она это это не она писала то есть может ее рука писала я знаю с кем она ведется от кого эти слова и прочее тут ее слов даже нет она их ни слова не знает кто будет читать вот послушайте что они хотели дать нам наставление это наставление поучение кто они кто они Евгения Дмитриевна Никитина из Потеряевки она написала но она не одна писала тут даже не надо гадать откуда берется вот сейчас слушайте ни слова не добавлено так посмотри это письмо было от нее да я ее в руки взяла и даже не читала ну нет не считать это что не я писал говори мир вам братья и сестры пишет вам сестра Евгения из Потеряевки хочу поделиться с вами моими мыслями но насколько они верны не знаю то есть видите как ее мысли неверные могут быть или верные она сама еще не знает ну а дальше через строчку она будет уже говорить как пророк как оракул абсолютно все точно и все не так ты вот за это и держись теперь она хочет поделиться своими мыслями и забыла что она делится не мыслями она сразу же диктует условия какими мы должны быть совершенно не зная обстановку давай один бог знает прежде всего слово к Игнатию Тихоновичу вы воспитали и научили братьев почему бы вам не послать их по церквам проповедовать два брата в одну церковь два брата в другую как бы взяли шефство над церквами по порядку понимаете что человек говорит не какие-то а церкви московская патриархия она имеет ввиду и мы бы сейчас ну два в Шалаболиху два отправили сейчас мы в клочки два в Ребриху два брата наших сегодня утром они приехали пришли к священнику так мы вот приехали от Игнатия шефство над вами брать ну документы какие-то представить они не смогли бы только паспорт значит что за этим воспоследствовало бы ну я не знаю дурдом отправили бы их или в милицию забрали другого нету или пришибли бы их еще один вариант есть она что говорит то есть мы делаем неправильно вот надо так шефство над ними брать они там немощные коллеги умалишенные и их надо ну просто патронировать о чем она говорит и вот здесь сейчас находятся все православные священники Алтайского края как бы они на это посмотрели над нами шефство кто? человек который ни одного дня не учился в семинарии как я а я буду посылать тех людей которые меньше меня знают вы понимаете какой уровень то и о чем эти слова читай дальше удивительно она как будто ни разу не была на проповедь не надо ты сейчас поймешь к чему это идет это не она мы сейчас увидим кто это говорит при том в полный рост выйдет без прикрытия в воскресный день шли бы туда по наслужбу и предварительно по договоренности с настоятелем давали вам время на проповедь остановишь кто скажет что-нибудь на это это даже ни один сектант ни один еретик никто этого не скажет они бы мне давали у себя говорить когда в ограде за оградой мы там где-то были и они там вызывают милицию где-то там далеко-далеко от храма они вылавливаются срывают все объявления это секта это прочее а теперь бы ну хоть в одном храме на земном шаре кто-нибудь так может делать чтобы пришел бы я туда а он бы мне давал в первую очередь он покажет что он знает меньше меня как будто его несостоятельность я обладаю каким-то талантом харизмой которая позволяет мне быть чуточку выше того настоятеля или он меня так любит что сразу предоставил как я друг говорит ну нормальный человек пишет нет а что вы на меня-то смотрите я спрашиваю с кем поведешься с кем наберешься прямо в конкретных тебе а мне-то что вы ничему туда давай дальше я тут не писала он заобещает мирянину говорить вообще что-либо в храме так слушаем дальше сейчас епископ Максим к нам расположен поэтому есть надежда что он разрешит понятно это человек не пьяный она не пьет это человек не умалишенный она дорогу домой находит и в храм ходит епископа Максиму у нас хорошее отношение как там и священники говорят ни одного собрания он не начинает чтобы про вас не поехать не проехать и не заканчивает вами и я был там вот на встрече и я видел как по-другому они не могут а это говорит человек не то что она ну это насмешка насмешка над кем даже я не пойму над самим собой только хорошее отношение епископ даст мне разрешение а раз разрешение я приезжаю в храм два брата это приехали не я так они подошли от разрешения от епископа ты отойди в сторонку мы сейчас проповедовать будем у тебя а как больше то считай Павел говорил судя по времени вам надлежало быть учителями вот в чем дело оказывается мы не учителями вот теперь она начинает показывать это относится это точно относится к нашим братьям надеюсь что наши братья они хрупкие и способные жить только в условиях микроклимата нашей церкви как тепличное растение а крепкие стойкие вере солдаты божьей армии а сама ездила с нами на большинство благовестий и этого нигде не делается православие во всем мире сколько мы благовествуем ездим а слова то от кого идут это она говорит и о себе самой а можно ей сказать я ей дал слово и она то говорила говорила там где мы ездили это все зафиксировано как она говорит и она все это видела братья наши тепличные тысячи квартир в городе тысячи если не десятки пятьдесят шесть сел везде грозит опасность им у нас тепличные растения да и братья вот они практически все сидят пятнадцать человек не наберешь сколько душ броет по свету в поисках духовной помощи только где те которые могли бы им помочь они заняты выяснением отношений доказыванием своих истин утверждением понятий догматики бесконечными разборками понятно у нас во первых нету ни доказывать истины какие-то ни разборкам у нас вообще до 20 лет этого никогда не было причем мы православные у нас комоны вселенских семи и девяти поместных соборов учителей патристика жития святых у нас вообще нету никогда ничего было такое что кто-то выскакивал один он понял что тут ему нельзя разгуляться и ушли и больше их нету ну его успокаивала даже Полина Дмитриевна значит ни одно слово здесь никак не подходит никуда довольно строить разделяющие мосты разделяющие стены пора начать мосты зачеркнуты потом стены пора начать возводить мосты соединяющие людей спасителю Иисусу Христу это все сектантские передачи оттуда слушаются это трансмировое радио это их слова а она не слушает слушает там другой человек ей это вложил она подиктовала наше спасение зависит не от церкви понятно а от жизни во Христе соответствующей священному писанию то есть не обязательно быть в церкви не обязательно в церкви ничего нету тут уже рога в полный рост сатана вышел без церкви без церкви нет дела церковь это дело Христово что это ясно что говорит ересь и дальше разговаривать не очень возьми себе на память не дальше говорить не о чем а дальше такой бред несет человек полностью поврежден я имел возможность маленько узнать состояние хуже ее никого потерять и нету духовно даже те которые не ходят которые бунтуют и то лучше выглядят потому что они открыто не ходят и все значит я летом беседовал с Евгением Дмитриевной говорил надо быть милосердным самарянином ну а как милосердным самарянином ну добро делать а стоим на улице разговариваем сама подошла я хотела вам сказать то есть подучить я говорю их как ну вот я пошла у Павла Тихоновича а в огороде там морковку пала ну молодец ты ну а почему никто не пришел больше ну вы грядка-то одна ты сделал а вот ему надо овечек теперь стричь никто не помогает какие же это братья ну в первую очередь не наступил срок еще и он еще не обращался ему постоянно их ловят ну и помогает и прочее зачем ты неправду говоришь ты один раз на грядке у ней побыла уже милосердным самарянином напыщенным вышла и оттуда с грядки с этой как ты оттуда вышла там ворота-то конские ты могла не пройти горбом засыпиться это на кого вы говорите я говорю про Евгению Дмитриевну Евгению Дмитриевну Никитину а я на меня смотрю я думала на каких грядках я была твоя полезность не должна тебя волновать а она меня остановила я ей говорю дальше вначале говорить о церкви а что церковь где двое или трое собрались там и церковь такие слова может говорить только еретик полностью потерявший общение с церковью вселенской не собрались а собраны и не собраны просто во имя Иисуса есть рукоположенное священство от апостольских времен хератонии где этого нет кто бы то ни был это сектанты это еретики она самая настоящая сектантка и она не понимает я даже не знал глубины ее незнания я еще какой-то вопрос задал она такое несет я говорю что с тобой у тебя повреждение это глубинное я с ней беседовал нарахала часу я не нашел у меня нового вопроса которым она правильно рассуждает из-за чего с кем поведешься с кем поведешься откуда не вылазишь вот и все и уже там сейчас не терпишь ну иди благовествуй вы все хорошо знаете ни одного слова правильного сказать не может какое еще доказательство нужно так кто с ней связан расскажите как проходило собрание если ваше сердце расположено молиться за нее как я молюсь о ней помолитесь положение ее архитрудное и выйдет ли она когда-либо из этого положения не могу сказать ее скрытность вы даже не знаете как я спрашиваю Евгений Дмитрий а какая пенсия у вас а зачем вам это понимаете как и ни в жизнь не узнаешь я сейчас только позвоню в порчину отсюда и узнаю пенсию пенсия это не вклады которая пенсия она открыта дается тебе присылает вот была она здесь у нее столик был куплен такой же а ты столик где достала а зачем вам это ну у меня такой столик я начинал здесь обихаживать этот домик у меня жили Любовь Николаевна тогда жили там у меня Галя Загуляева это Загуляева ну да теперь она Галя Загуляева вот можно была я говорю и сколько ты за нее заплатила ни в жизни скажет ни под каким видом да какое это братство какое что ты у тебя все о себе телефон на весь мир выставлен адрес Ползунова 6 город Барнаул какой почтовый ящик чего хранить в тайне когда тайны нету тайна должна у тебя быть хранящая тайну таинство причастие все другого нет больше нету только одна тайна упоминается вот мы сегодня делаем первые шаги подготовки к великому посту в прошлый раз я говорил видите сколько так называемый избыточный вес то есть самое натуральное ожирение начнем с понедельника подготовьтесь к этому и чтобы из поста к Пасхе вышли другими это все очень быстро делается если ты серьезно будешь относиться больше поклонов больше работы ну и перейдите на галактическую диету вот подойдите к нине Александровне Жолнировой она знает ее внук там был в прошлый раз говорили как он вышел из этого мы будем молиться здесь сейчас мы давайте договоримся во сколько часов будем собираться на Андрея Критского ну в пять в пять или в шесть в пять ну пусть рабочий кто работает ну мы даже заботимся еще о тех кто на работе работает кто-то не так опознает ну с пяти ладно или нет конечно восемь так шесть кто работает поднимите руки кто работает трудно прийти поднимите руку не очень-то много четырех человек ну маленько кто-то опознает беды никакой значит с пяти спрашивает с пяти согласны мы-то согласны поднимите руку кто согласен чтобы с пяти мы поделись Андрея Критского поднимите руки так кто против поднимите руки я считаю что нормально пол шестого предлагаю пол шестого согласны пол шестого самое оптимальное пол шестого метр я вам загадку небольшую дам скажите кто догадался что это у меня на столе лежат вот такие тапочки это кабачок посмотрите кабачок мы все догадались что кабачок разрезали положили в духовку Володя ушел на работу а я сижу мне нужно нет я в компьютере дышать трудно горько но потерпим и наконец я выхожу в ту комнату там синяя у меня я не вижу ничего и вот во что они превратились я почему принес сюда потому что вы в интернете там показано вот так вот ноги ступни отрезаны и как их промывает митрополит епископы рядом стоят то есть поклонение мощам в другом месте стоят епископы рядом священники гроб и в гробу мощи одни кости ну как их правильно смонтировали нет лежат отдельно ребра отдельно ноги гроб полную длину называется это некрофильство любовь к мертвецам никакого отношения это не имеет к тому что установили апостолы к православию имеет и вот сейчас в этой сети сеть это международная сеть там такие споры а православные рта не раскрывают почему а чего раскрывать показывают как ребенка подводят что такое мощи как наклоняются больше заниматься нечем ни в символе веры о мощах нету ни в молитвах нигде нету все это было придумано монахами спустя столетия но уже оно так крепко прикипело это язычество я буду иметь вот эти туфли ну это мертвеца отрезан это и я через стекло к ним если голову поднимут такая энергетика ударит мне в голову то у меня мозги на место поставят именно такое понятие а я стояла в очереди приложиться там к этому ящичку неизвестно кто и что в первую очередь неизвестно ни один человек подтвердить не может на сто процентов и стояла в очереди восемнадцать часов мы не против мощей пусть они там будут у нас их не было и не будет и не будет в таком виде как оно и есть я предлагал уже всегда это с честью изъять похоронить воздав достойную часть этим мученикам как Господь говорил из праха и в прах возвратишься и вот эти я принес ступни тапочки показать вам что вы молились об освобождении русского народа от язычества и шаманства белого магизма который царит в церкви очень много сегодня об этом говорит Осипов Алексей Ильич профессор Московской Духовной Академии и он показывает в зале сколько учатся после семинария на академистов академию заканчат и он говорит потом-то и вы вот это шаманство вот это язычество которым переполнена наша церковь это доверенный патриарх Кирилла человек преподаватель он создает священный дух и вы будете этим заниматься он против всего этого и когда детское крещение он доказывает сейчас там против почему крестить только тех и у тех где по-настоящему верующая Родина я все годы об этом говорил это ничего не дает ребенок во-первых я не говорю что покаяться не может его не учат он к вечеру уже безбожий это говорит он это говорит Кураев это все там кто-то кого где не посмотришь и так это понятно так вопросы давай покрещение покрещение я только сказать вот здесь вот деньги лежат это на что на календаре только чтобы не подумали что здесь спор идет на милосердие как мы собираем детям вот нет это батюшкины да а то кто-то может подумать вот на детям у нас коробочка он там стоит если кто не знает вот в эту коробочку Володя посмотри какие у нас сидят здесь а Володя прихожане погляди прихожане давай-ка поднимем ее покажем вот она какая смотри ну-ка стань-ка ножками это Акилина наша смена нам какая растет Маши поближе Полина так вопрос еще спрашиваю какие есть предложения давай Николай в углу братья имеющие автомобили после собратья Игнатий Тихонович можно ненадолго и батюшку пригласить пару вопросов сейчас ну после собрания после собрания чтобы одни братья остались да-да-да и братья имеющие автомобили все братья остались если вопросов нет помолимся одно объявление небольшое маме в понедельник 8 лет поэтому сегодня вот я прошу помолиться ну уже молились еще помолитесь и каждому по булочке может быть вот по выходу спасибо вас спасибо вас христос упоминаем минуту ну буквально на минуту все уже устали недавно увидел то ли в интернете то ли кусочек выхватил Осипа я просто хотел сказать мы-то как бы научены многому все разжевано уже все многое знаем а когда сталкиваешься с окружением православным так сказать внешним начинаешь удивляться такому невежеству глубочайшему откуда это идет вот если брать католиков я услышал Осипов он сказал такое утверждение поразительное что сейчас в катехизисе католиков убрали дева по поводу и стоит уже молодая женщина то есть это уже католически в католическом катехизисе стоит как у пророка Исаия помните да идея примет и нарекут имя и так далее так далее так вот уже стоит молодая женщина то есть идет постоянное серьезное догматическое отступление до такой степени что и это будет у нас имейте ввиду поэтому не удивляйтесь я думаю что к этому тоже будет потихоньку выдергивать Алексей заранее выкинь из головы никогда этого не будет никогда не будет этого никогда это основа еще на полчаса затягивайте что попало собирайте Алексей ну почему это понимаешь у католиков Богородица это у них больше чем у нас жрится да но это его утверждение я прежде говорю это как это думаю все не удивляет не восторж из такого истину блажите Богородицу пресно блаженную и пренепорочную и Матерь Бога нашему честнейшую херубин и славнейшую при сравнении с шерохим безысленнее Богослово родшую сущую Богородицу Богородицу Святое разрешилось это наше положение с нашими общинами будь милостей Богородицу 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 семикратно в день прославляет Тебя за суды правды Твоей Тебе хвала слава честь и поклонение Пресвятая Троица Отец Сын и Святой Дух Аминь Пошли на славу Богородицу А где можно это взять утро